Всем привет, дорогие друзья! Очень рада вас видеть здесь и сейчас. How are you today? Как у вас сегодня дела? Давайте тренировать наше умение читать на английском. Но кроме чтения на английском, сегодня мы с вами также выучим новые английские слова и фразы, попрактикуемся говорить на английском и потренируемся, что очень важно понимать речь носителя английского на слух. Также, дорогие друзья, помните о том, что мои авторские видеокурсы и аудиокурсы и марафоны английского, которые я разработала специально для вас и которые уже пользуются огромной популярностью, вы найдете на сайте быстроenglish.com. Ссылку я оставлю внизу под видео в описании, а также где-то здесь вверху. Уверена, что вам очень понравится. Итак, поехали! Читайте вместе со мной или ставьте это видео на паузу после того, как я прочитаю, и читайте самостоятельно, обязательно вслух, потому что когда вы читаете вслух, вы также тренируете свою разговорную речь. Да-да, это очень важно. Читайте вслух, знакомьтесь, и если хотите, записывайте новые слова и фразы, а в конце занятия мы будем слушать носителя. Вот наша сегодняшняя история, думаю, вам очень понравится. Поставьте видео на паузу и прочитайте вот это все вслух. Что же мы только что прочитали? Никас был обычным человеком. Ordinary – обычный. Nothing particularly good. Ничего особенно хорошего или особенно плохого с ним не случалось. Он шел по жизни, принимая смесь хороших вещей и плохих вещей, которые случались с каждым. Интересное слово – это ordinary, наш vocabulary, наш словарик на сегодня. Ordinary означает обычный, ничем не выдающийся, ничем не отличающийся от других. Давайте скажем это вместе. Ordinary. Ordinary. Например, an ordinary man – обычный человек, заурядный человек. Или an ordinary situation – что это значит? Да, обычная ситуация. Как еще вы можете использовать это в своей речи? Ну, например, it's an ordinary situation, nothing special, говорите вы. Что это значит? Правильно, это обычная ситуация, ничего особенного. It's an ordinary situation. Говорите это тоже вслух. Ставьте видео на паузу и читайте, повторяйте это вслух. Particularly – тоже хорошее, полезное слово, часто встречается в английском, переводится как особенно или очень. Давайте скажем. Particularly. 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 Хорошо. Как это слово можно использовать? Ну, например, I was never a particularly gifted child. Знаете, что это значит? Да, я никогда не был особо одаренным ребенком. Particularly gifted. Очень одаренным, каким-то особенно одаренным. Интересно, правда? И еще одно слово – mixture, смесь. У нас в русском есть слово микстура, да, от того, что там все намешано. Mixture – это смесь, комбинация чего-то. Например, можно сказать… Что-то за странная смесь. Мне можно это пить? Итак, ordinary – обычный. Particularly. Давайте скажем это вместе. Особенно, очень. Если вы здесь в тексте сейчас услышали или увидели какие-то другие интересные слова, просто поставьте видео на паузу и выпишите их себе, чтобы потом повторить. Итак, Никас у нас был обычным человеком. С ним случалось все то же, что случается с обычными людьми. Была, однако, одна вещь, было кое-что, во что Никас, ну, совершенно не верил. И это было суеверие. То есть он совершенно не верил в суеверие. Никас считал себя, считал, что он очень здравомыслящий, рациональный человек. Человек, который не верит в черных котов, не верит в прохождение, в ходьбу под лестницами или просыпание соли. Суперстичен – это суеверие. Давайте запомним. Скажите это вслух. Суеверие. Например, Видите, мы сейчас будем и новые слова тренировать, и то, что нам уже попадалось, тоже повторять. Попробуйте перевести вот этот пример. Да, в моей стране много суеверий, особенно, particularly, в частности, особенно о черных кошках. Следующее слово, на которое я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, это spill. Спил – это проливать, например, Пролить кофе на белую рубашку. А еще spill – это просыпать, например, рассыпать соль. Это все будет spill. И кофе, и воду, и соль, и сахар. Спил. Давайте скажем. Как можно использовать? Вот пример. Что это значит? Существует суеверие, что просыпание соли, spilling salt, принесет или приносит неудачу. Итак, Никас в это совершенно не верил. Никас didn't believe in superstition. How about you? Do you believe in superstition? А вы верите в суеверие? Никас проводил много своего времени в маленькой таверне возле его дома. In the taverna he sat, drinking coffee and talking to his friends. Там в таверне он сидел, пил кофе и общался с друзьями. Sometimes his friends played cards. Иногда его друзья играли в карты. Sometimes they played for money. Иногда они играли на деньги. But Никас never did. Но Никас никогда этого не делал. He didn't believe in chance or luck or superstition. Он не верил в шанс, удачу или суеверие. Окей, pause this video and read this text. Поставьте это видео на паузу и прочитайте вслух вот этот текст. Это очень полезно для вашего английского. Окей, let's look at the words. Посмотрим на слова. Luck – это удача. Возможно, вы уже знаете. Luck – это удача. Например, ну, удачи тебе. По-английски это будет good luck. Good luck. Play for money. Хотела бы, чтобы вы обратили внимание. Играть – это play. Но если вы говорите играть на что-то, то мы используем предлог for. Play for money. Давайте скажем это вместе. Play for money. Если я у вас спрошу, have you ever played for money? Что это будет означать? Да, вы когда-нибудь играли на деньги. I've never played for money. Я никогда не играла на деньги. How about you? Например, he believes in superstitions and never plays for money. If he spills salt. Что это значит? Давайте попробуем перевести. Он верит в суеверие и никогда не играет на деньги, если просыпает соль. Если просыпет соль. One morning, Nikos was in his bathroom shaving, when suddenly the mirror fell off the wall. It broke into a thousand pieces. Однажды утром Nikos брился в ванной, когда неожиданно, когда вдруг зеркало упало со стены. Fell off – упало с. Fell off the wall – упало со стены. It broke into a thousand pieces. Оно разлетелось, разбилось на тысячи кусочков, на тысячи осколков. Nikos знал, что некоторые люди сказали бы, подумали бы, что это к неудачам. But Nikos wasn't superstitious. Но Nikos не был суеверным. He thought superstition was nonsense. Он считал, что суеверие – это чепуха. Он просто положил кусочки в урну и закончил бриться без зеркала. Поставьте видео на паузу и прочитайте этот текст вслух. Start. Excellent. Отлично. So let's look at the words. Superstition – это суеверие. А superstitious – это какой? Суеверный. Давайте скажем. Superstitious. Например, I am a superstitious person. Или I am not a superstitious person. Да, я суеверный или я не суеверный человек. Are you a superstitious person? I am a little bit superstitious. Я немного суеверная. How about you? Are you superstitious? Нонсенс. Еще одно замечательное слово, тоже часто используется. Это ерунда, чепуха, чушь. Нонсенс. Давайте скажем. Нонсенс. Например, what nonsense? Что за ерунда? Какая чушь? Очень часто можно услышать в разговорной речи, когда кто-то что-то рассказывает, и другой человек говорит, what nonsense? What nonsense? Что за ерунда? Давайте скажем. Нонсенс. Хорошо. Итак, superstitious – суеверный. Нонсенс – чепуха, ерунда. После этого он пошел на кухню, чтобы приготовить себе завтрак. Когда он взял солонку, она выпала из его руки и разлетелась. And broke on the floor. Разбилась на полу. Salt was everywhere. Соль была везде. Some people he knew thought that this was also supposed to bring bad luck. But Nikos didn't care. Некоторые люди, он, как он знал, подумали бы, что это также должно было бы принести неудачу. Bad luck. But Nikos didn't care. Но Никосу было все равно. A salt jar – это солонка. Salt – соль, jar – это баночка. Получается a salt jar. To be supposed to – это должно или считается. Давайте скажем. To be supposed to. Например, как это можно использовать в речи? It is supposed to be a very common superstition. Попробуйте перевести. Да, это должно быть или это считается очень распространенным суеверием. Common – это частый, известный, часто встречающийся, распространенный. Common superstition. I don't care – это мне все равно. Когда человек хочет сказать, что ему все равно, он говорит I don't care. Мне без разницы, мне все равно. Я уже раньше давала это выражение не в одном даже своем видео, а во многих. Я думаю, что вам оно, скорее всего, уже знакомо. I don't care. Мне все равно. Например, I don't care about black cats or broken mirrors because I don't believe in superstitions. Попробуйте перевести. I don't care about black cats. Кекс. I don't care about black cats. Мне все равно на черных котов. Мне они безразличны. Или разбитые зеркала, потому что я не верю в суеверия. Итак, сначала у Никаса разбило зеркало, потом он рассыпал соль на кухне. What's next? Что же дальше? He left the house and went to work. On his way to work, he saw a black cat running away from him. He didn't care. He wasn't superstitious. Let's read it. Давайте прочитаем это. Pause this video and read it out loud. Итак, он ушел из дома, он вышел из дома и пошел на работу. On his way, по дороге, to work, на работу, по дороге на работу, он увидел черного кота, убегающего от него. He didn't care. Но ему было все равно. He wasn't superstitious. Что это значит? Да, он не был суеверным. Even though Никас wasn't superstitious, he still thought that something bad was definitely going to happen to him today. Несмотря на то, что... Even though... Несмотря на то, что... Если вы не знаете этого выражения, поставьте видео на паузу и запишите себе. Even though... Несмотря на то, что... Или хотя... Хотя Никас не был суеверным, он все равно думал, что что-то плохое точно с ним сегодня случится. Он разбил зеркало, рассыпал соль и видел черного кота, который от него убегал. Он рассказал всем на работе, что с ним сегодня случилось. Что-то плохое сегодня с тобой произойдет, сказали все. But nothing bad happened to him. Но ничего плохого с ним не случилось. Вот так. Definitely замечательное слово. Очень рекомендую его запомнить. Означает точно, наверняка. Давайте скажем вместе. Definitely. Definitely. Например, как его вы сможете использовать? You've spilled salt. Something is definitely gonna happen. Что это значит? Да, ты рассыпал соль. Что-то точно сегодня случится. I don't care. The superstitions are just nonsense. Попробуйте перевести. Видите, тут все как раз наши новые слова. I don't care. Мне все равно. Эти суеверия просто чепуха. Nonsense. Итак, definitely, точно, наверняка. Читаем дальше. That evening, as always, he went to the taverna. В тот вечер, как всегда, он пошел в таверну. He told all his friends about what happened. And all his friends in the taverna moved away from him. Он рассказал всем своим друзьям о том, что случилось, и все его друзья в таверне отодвинулись от него. Moved away from him. Something bad will happen to him, they all said. And we don't want to be near him when it happens. Что-то плохое с ним случится, они все сказали. И мы не хотим быть рядом с ним, когда это произойдет. Итак, весь вечер Никас ждал, что с ним случится что-то плохое. Но ничего не случилось. Итак, move – это двигаться. Move – подвинься. Move. А еще это переезжать. To move to another country. Переезжать в другую страну, например. Если вы добавите к move away, то у вас получится фразовый глагол. Move away from – отодвигаться от. Давайте скажем. Move away from. Например. Please move away from me. Что это значит? Пожалуйста, отодвинься от меня. Окей, let's continue reading. Продолжаем читать. Как вы думаете, что же случится, что-то с Никасом или нет? Никас, иди и поиграй с нами в карты, пошутил один из его друзей. Обычно Никас не играл в карты. Но в тот вечер он решил, что да, буду играть. Его друг думал, что Никас проиграет. Lose – проиграет. Никас думал, что он проиграет. But he won. Но он выиграл. He won. Then he played another game. And he won that one too. Потом он сыграл в другую игру. И ту игру он тоже выиграл. Давай, Никас, закричали его друзья. Бери все деньги, которые ты выиграл, и купи лотерейных билетов. Никас spent all his money on lottery tickets. И Никас потратил все свои деньги на лотерейные билеты. Как вы думаете, выиграет он или нет? Shout – это кричать. Shout. Shout. Например, please stop shouting. I can hear you. Что это значит? Да, пожалуйста, прекрати кричать. Я тебя слышу. Stop shouting. Shouting. Spend on – это тратить на. Spend on. Например, She spent all her money on a new dress. Что это значит? Да, она потратила все ее деньги на новое платье. And can you believe it? He won the lottery too. Можете ли вы в это поверить? Лотерею он тоже выиграл. It was incredible. It seemed that all the things that people thought caused bad luck actually brought him good luck. Это было невероятно. Казалось, что все те вещи, о которых люди думали, что они приносят неудачу, эти все вещи приносили ему удачу. Cause, to cause – это причинять, являться причиной чего-то. А если a cause, то это будет причина. Давайте скажем cause. Например, I don't want to cause you trouble. Очень часто можно такое где-то встретить. Я не хочу причинять вам беспокойство. Или What was the cause of your excitement? Что это значит? Что послужило причиной твоей радости? Почему ты так радовался? What was the cause, что было причиной, of your excitement? Твоей радости. The next day, Nikos decided to do everything that would bring him bad luck. На следующий день, Nikos решил делать все, что приносит неудачам. He left empty bottles on the table. He asked his wife to cut his hair for him. He accepted a box of knives as a gift. He sat on the corners of tables. Он оставлял пустые бутылки на столе. Он попросил свою жену подстричь его волосы. Он принял в подарок коробку с ножами. Он сидел на углах столов. И со всем, что он делал, он становился все более и более удачливым. Представляете? Can you imagine that? Okay, read this text. Прочитайте этот текст. Out loud. Вслух. The things got crazier and crazier. Все становилось все более и более сумасшедшим. He bought a black cat as a pet. Он купил черного кота, как домашнего питомца себе. He broke a few more mirrors on purpose. Он разбил еще несколько зеркал специально, целенаправленно. He spilled salt. Он рассыпал соль. He spilled olive oil. Он рассыпал оливковое масло. Разливал оливковое масло. He spilled wine. Он разлил вино. The more superstitious things he did, the luckier he became. He went into the taverna and started telling all his friends about it. Чем больше суеверных вещей он делал, тем более везучим, тем более удачливым он становился. Он пошел в таверну и начал рассказывать своим друзьям об этом. On purpose. Замечательное выражение означает специально, умышленно, целенаправленно. Давайте скажем. Например, sorry, I didn't do it on purpose. Можете сказать вы кому-то. Извини, я не специально это сделал. On purpose. You see, he told them. I was right all along. Superstition is nonsense. The more superstitious things I do, the luckier I get. Итак, он начал рассказывать друзьям, что смотрите, я все это время был прав. Суеверие – это чепуха. Нонсенс. Чем больше суеверных вещей я делаю, тем более везучим я становлюсь. But Nikos replied one of his friends. Don't you see that you're actually as superstitious as we are? Just the other way around? Но Nikos сказал, ответил один из его друзей. Разве ты не видишь, что ты вообще-то такой же суеверный, как и мы? Только наоборот. The other way around. But you are only lucky when you do these things. Your disbelief is actually a kind of belief. Ты везучий тогда, когда ты вот это все делаешь. Пока ты это все делаешь. Твое неверие, имеется в виду его суеверие, твое неверие вообще-то как бы является верой, убеждением. Понимаете? То есть друг ответил, что ты настолько сильно не веришь в суеверие и делаешь все наоборот, что вот это твое неверие стало уже твоим убеждением, стало твоей верой. Interesting phrase the other way around означает наоборот. Давайте скажем the other way around. Например, let's do it the other way around. Давай сделаем это наоборот. Подойдем к этому с другого конца, с другой стороны. Believe – это убеждение или вера, а disbelief – это уже невера или сомнение. Belief – disbelief. Interesting, right? Интересно, правда? Никасу пришлось признать, что так и было, что это была правда. Итак, Никасу пришлось признать, что это правда, и на следующий день он прекратил рассыпать соль, прекратил гоняться за черными котами, ходить под лестницами и разбивать зеркала. Он также перестал выигрывать деньги в лотерею. Он начал проигрывать в карты. He was a normal man again. Sometimes he was lucky, sometimes he wasn't. Он опять был нормальным человеком. Иногда ему везло, иногда нет. Okay, pause this video and read this text. Никас said his friend to him. It was your belief in yourself that made you lucky. Никас сказал его друг ему. Это твоя вера в себя делала тебя везучим. It was your self-confidence that helped you, not superstitions. Это была твоя уверенность в себе, которая тебе помогала, а не предрассудки, не суеверия. Никас listened to his friend and thought that he was right. But however rational he still believed himself to be, he always wondered what would have happened if he hadn't broken that mirror. Никас послушал своего друга и решил, что тот прав. Но каким бы рациональным, каким бы здравомыслящим он себя не считал, ему всегда было интересно. А что бы вот тогда бы случилось, если бы он не разбил то зеркало? So, self-confidence – это уверенность в себе. Давайте запомним. Self-confidence. Self – это как бы себя, сам. Confidence – уверенность. Self-confidence – уверенность в себе. For example, например, I love your self-confidence. Что это значит? Да, мне очень нравится твоя уверенность в себе. Wonder – очень хорошее слово, тоже часто встречается в английском. Любопытствовать. Вот мне любопытно, мне интересно. Это I wonder. I wonder. Например, I wonder what would have happened if… Интересно. А что бы случилось, чтобы было бы, если бы? I wonder. What do you guys think of this story? Что вы думаете об этой истории? Let me know in the comments below. Дайте мне знать внизу в комментариях. Мне очень будет интересно узнать ваши впечатления. И что вы думаете по поводу вот этого всего. Окей, now let's listen to the native speaker. Сейчас давайте послушаем носители языка. И потренируем ваше умение понимать английский на слух. Это тоже очень важно. Слушаем носителя, пробуем понять, разобрать, что он говорит. Обращаем внимание на новые слова, которые он будет использовать. И для самых крутых результатов можете также ставить видео на паузу и повторять за ним. Я не знаю, что бы я не сделал это на паузу. Я не знаю, что бы я не сделал это на паузу. Это обычная ситуация в нашей семье. Ничего особенного. It's an ordinary situation in our family. Nothing special. He was not an ordinary man. He was not an ordinary man. There are a lot of superstitions in my country, particularly about black cats and the number 13. There are a lot of superstitions in my country, particularly about black cats and the number 13. I'm a little superstitious. How about you? I'm a little superstitious. How about you? I don't care. I think superstitions are just nonsense. I don't care. I think superstitions are just nonsense. I love your self-confidence. I love your self-confidence. Awesome! If you like this video, please do click like, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Bye!